Слов перед выходом и уже пойдем, потому что по дороге у меня обе руки будут заняты и там особо не поснимаешь. Короче, вот раз рюкзак с кабелями и так далее, тяжелый просто кошмар. И вторая сумка как раз с инструментом, с перфоратором точно такого же веса. Это просто кошмар, я сейчас сяду на одну маршрутку, доеду до метро, там перейду на другую сторону и сяду на вторую маршрутку и поеду до Лавриков. И от Лавриков еще вот это вот все, ну от остановки в Лаврике буду это все пиздячить, а там горки, подъем и снег, пиздец. Еще и погода, прикинь, вообще выдалась, думаю, от слова вообще не особо, видишь. Ну вот, очень все затянуто, солнце, ну солнца нет объективно, так и света, очень-очень-очень мало, очень плотные облака, поэтому видно будет все очень срано и погано, особенно наверху, вот, надеюсь, там получится люстру какую-нибудь достать у нее или какому-нибудь светильнику, потому что будет очень тяжко. Взял, кстати, еще в нагрузочку пару удлинителей, вот, потому что хер его знает, есть ли у нее удлинители или нет, взял перфоратор и патрон с переходником на обычные сверла, ну, которая до 13 миллиметров, вот, короче, поехали, уже дальше будете видеть только то, что происходит уже по факту на работе. Вот, прокинули кабель, вот бухта раз, вот бухта два, вот старый, вот, вот сюда вот как раз идет, все, вот они кабели. Спускайтесь, там не ожидайте, оно того не стоит. Вот, вот сейчас муж заказчицы сильно помог, я промок насквозь, вот, в дубленке хожу, в хозяйственной. Сделали, короче, два отверстия в щите, вот, на улице мокро, дождь особо не снимается, вот, так что делаю маленькую заметку. Вот, сейчас мы, короче, будем продолжать это все разводить, даже на телефон не успеваю фоткать, вот. Короче говоря, сделали, вот, плита, вот, к плите у нас распредкоробка, 3х4 кабелем выполнена. Вот так провели, заказчик так захотел, сделали сквозное отверстие в деревянном перекрытии, да, можете кидаться в меня тряпками, но, действительно, да, оно без гофры, без ничего, но, опять же, так захотел заказчик. Заменили вводной автомат по печи на 40 ампер, вообще, на ввод. Нужно собирать щит, потому что автомат прямой, а разводка вся на крыше, как вы видели. Короче, 40 ампер по входу, печь номиналка 9,2, я понимаю, что на нее нужен отдельный автомат, но вот, сделали вот так, с печь уже все нормально подключено работает. Сверху, собственно, все переделано, вот, теперь все работает. Всем очередное дратути, но теперь это дратути, блядь, очень опасно. Короче говоря, я, как бы, закончил. Вот он дом, вот, который я доделал. Нихуя снять не получилось нормально, хотя, в принципе, никто не был против. По одной простой причине. Во-первых, лил дождь, и эта сука закончилась. Кстати, он сейчас еще моросит. Он закончился как раз, когда мы уже добивали дома. Так, работу я начал, кстати, в 11. Вот, а закончилась она у меня аж полпятого. Давай переберем все сложности, все трудности, с чем это связано, ну и так далее. Первое. Первое, с чем мы работали, это нужно было притянуть два кабеля наверх. То есть, это кабель на печку и кабель на, ну, в одной. Ну, в одной, как вы помните, это был 3х6, а тот, что на печку, 3х4. Вот, у людей совершенно вообще, во-первых, нет земли. Ну, как бы, ну, нет земли, нет. Ну, да, у них нет ни контура, ничего. А, собственно, с щита, я так и не понял, приходит на щит, не приходит ничего с землей. Это факт. А, приходит просто 3 фазы. Хотя, по сипу, на самом деле, вроде как приходит и земля. То есть, ну, достаточно странное мероприятие, но... Блин, ты посмотри, как атмосферно, капец. Вообще. Слось кидать только фазу и ноль. Сверху, как вы видели, ну, распиздельство такое себе. Ну, ну, как говорится, я работал с тем, что есть, и сделал все, что есть. Сфоткать, короче, не сфоткал, что получилось по итогу, потому что лил дождь. Старое отверстие я просто просверлил, развернул ступенчатым сверлом. И, собственно, второе я сделал так же. То есть, так же ступенчатым сверлом, собственно, просверлился нормально. О, смотри. Блин, атмосферно, кошмар. Затем, заменил в одной автомат. На самом деле, на печь отдельный нужен автомат, и это факт, но у людей совершенно нет счета, и совершенно некуда было доставлять отдельный автомат, переход. Короче, сложно это все, ребят, сложно. Сложно, очень сложно, нихуя не понятно. Вот, после счетчика, увы, ну, короче, ладно, вы все понимаете. Сложно было это реализовать. Хотя можно было, но там не очень, как же, не очень большой бюджет у людей был. Вот, потому что люди делали чисто так, вот лишь бы до лета дожить. Ладно. Затем, после того, как я сделал два отверстия, мы протянули два кабеля наверх. Дальше была сложность в том, что надо было это все дело, ну, сначала щит открутить. А помимо того, что щит открутить, там еще и, короче, держался за это все какой-то, ну, типа сайдинга. Ну, только из каких-то пластиковых панелей, такие украшалки. Ну, ладно, это я тоже сделал. Мы все открыли, развернули, прокинули. Принято решение, что печь будем подключать на распредкоробку. Выше. Че? Нет, да мне до остановки, все в порядке, спасибо. Успехов! Очень приятно, круто, человек просто предлагал подвезти. Милота. Я в деревне, но с очень крутыми людьми. Слушайте, в деревне Лаврики меня впечатляет. Ой, классно. Вот, мило. Принято, что печь будет подключаться все-таки распредкоробку мимо автомата. Автомат заменил на 40 ампер, 25-й оставил в щите. После чего я временно подключил вводной кабель, для того, чтобы была возможность сверлить и устанавливать печь. Нужно было установить еще дополнительно печь, распредкоробку, довести до нее. Собственно, взял перфоратор, сверло, просверлили отверстие вверх. И, собственно, кабель спустили. Я, собственно, от него отрезал немножечко, для того, чтобы подключить саму печь. Обязательно это все делал через наконечники, через запрессовку. Это прям очень важно. Вот, прям сильно. После того, как подключил печь, развел все. Вот, дальше, собственно, пошел наверх. Отдельно сделал клеммную колодку. И сделал, как бы, два ответвления на печь и на все общие нужды. Весь дом запитан от 40-амперного автомата. Можете называть меня бракодилом. Можете называть меня халтурщиком, шабашником ебаным. Ну и так далее. Но я сделал, я попытался сделать максимально это дело хорошо. Вот, безопасно. Но, опять же, есть заказ, есть люди. У меня есть потребность сделать эту работу. И, как бы, я не выебываюсь, ребят. Не надо. Поэтому все. Вот, сейчас, кстати, отъезжает мой автобус. Вот, подъехал, вернее. Вот, сейчас будем садиться. Ладно, короче, такие. Эй, 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 куда ты? А, не, он не съебывает. Ладно, потом расскажу. Так, ну, давай добивать, короче, весь наш разговор сегодняшний. Работа обошлась в 4 тысячи. Материала, как видите, тоже получилось примерно на, ну, там, 3,730 получилось на материал. Вот. Я несказанно доволен. Вот. Работа мне понравилась. Работой я доволен. Хотя я шел на сделку с совестью. Но, в принципе, работа мне доставила удовольствие. Я нахожу ее сделанной честно. Все, что я, максимум, который я мог выдавить из того, что сделал, я сделал. Вот. Сразу же объяснил условия пожарной безопасности по данной работе. Потому как у них сейчас очень сильно выросла нагрузка. И практически вся нагрузка держится на, ну, достаточно ограниченных вещах. Вот. Мне очень этого бы не хотелось. Вот. Чтобы у них что-то пошло не так. Поэтому я предупредил, чтобы они каждый месяц поднимались на чердак. И смотрели вот эту самую коробку. И проверяли, все ли там в порядке, все ли хорошо. Потому как каждый раз, когда мы, собственно, хотели поговорить, об этом не говорят нам, лишь бы до лета потерпеть. Я понимаю, что, как бы, вот с таких фраз начинаются пожары. Но так и не захотели. Я спорить не стал. По итогу работа сделана. Вот. Я очень, единственное, что не люблю покупать за свой счет материал. Но, как бы, люди уже проверенные. Так что, это было неплохо. Ну, и по итогу объяснил им, что если будет делаться проводка, и, ну, условия прям, да, перезабираться и делаться по-человечески. Я объяснил, как это будет делать. Что это будет все внутри. Что коробки все будут внутри. И на крыше будет только ввод. Люди, собственно, это все осознают, понимают. Спросили, какая цена. Вот. Я бы, я просто побоялся называть. Потому что я чувствую, что цена будет, ну, я, мне кажется, что будет начинаться минимум от 15, а то и 18 тысяч. Но будет сделано все качественно, честно. И самое главное, с гарантией. И с гарантией точно того, что они не сгорят. То, что ничего нигде не отгорит. И то, что это все будет выполнено действительно знающим и умеющим человеком, который будет отвечать за свою работу. Если что-то пойдет не так, обязательно приедет и переделает. Вот. Ладно. Снимать неудобно уже. Рука. Надо руку менять. На этом все. Не забывайте, если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Там же оставляйте свои комментарии. Если хотите помочь мне и проекту, все ссылки в описании. Любой копейке буду рад. Но никому ничего не принуждаю. Все абсолютно добровольно. Ну и рассказывайте данный видос своим друзьям, знакомым. Близким. Да и вообще просто так. Это очень сильно поможет мне и продвижению канала. Ну и собственно я увижу, что оказывается вам это все действительно честно нравится. Это второй день после того, как я записал вложек, что же делать дальше. Так что посмотрим, поглядим. Я попробую каждый день, ну с опозданием в несколько дней, монтировать вложек вот так вот вечером, для того, чтобы вы видели все происходящее. Ну и собственно практически в лайфтайм наблюдали, как это все развивается. Ну а сейчас приду, отдохну, собственно перезвоню мне вот. Помните я искал 18 дом. Ну вот мне сейчас туда нужно перезвонить. Все. Удачи, добра, позитива и всего лишь самого лучшего. Пока, пока.